Новости на информационном канале Севастополя в студии Левтина Игнатьева. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Купить, продать, обменять. В Вейт-парке Эдисон прошел ежегодный проект «Гараж». У нас есть все условия для развития пляжных видов спорта. В городе проходят соревнования по футболу и волейболу на песке. Это было наше любимое дефиле – яхт и вальс-яхт. Это то, что проходит один раз в год именно на нашем фестивале. Это просто наша фишка. Второй день фестиваля «Парусная неделя Севастополя» завершали дефиле и вальс-яхт. А теперь об этих и других темах подробнее. Очистим наши берега. В передовом в окрестностях водохранилища Уркуста стартовала всероссийская экологическая акция «Вода России». Мероприятие по уборке береговой полосы проводит Севприроднадзор. Самым активным участникам акции по очистке водоема приготовили почетные дипломы от Министерства природных ресурсов и экологии России. На берегу водохранилища высадился настоящий десант чистоты. Эту территорию выбрали не случайно. Ранее здесь прошла экологическая инспекция, которая и выявила, место крайне загрязнено бытовыми отходами и строительным мусором. Для Севастополя чистота этих берегов имеет особую важность. Отсюда вода, получается, впадает в Черную речку, соответственно, в Черное реческое хранилище, который является главным водоемом, который снабжает город Севастополь питьевой водой. Всероссийская акция «Вода России» проходит с мая, но в нашем городе ее решили проводить с августа. Когда уже не так жарко. В сентябре у нас организован Всероссийский субботник. Скорее всего, если будет возможность, мы и проведем акцию до 15 сентября на каком-нибудь еще водном объекте. Главная задача подобных зачисток – воспитательная. Чтобы каждый житель прочувствовал, он тоже в силах влиять на экологическое благополучие. Самая главная задача правительства – это создать условия для безопасного обращения с отходами и его контролировать. А дальше уже должен каждый предприниматель, юридическое, физическое лицо эти условия выполнять. И хотим призвать людей, чтобы они после себя убирали мусор, привозят на машинах, отдыхают, чтобы взяли в пакетик, положили в багажник, вывезли. Чтобы было чисто. Природа – это ж такое. Назад все не вернется. За буквально за час где-то убрали мешка три полных здоровых мешков. Десятки мешков с мусором и поддержка единомышленников. Наглядный результат акции – «Вода России». Присоединиться к очистке берегов может каждый. Михаил Паутов, Сергей Котляренко, информационный канал Севастополя. Кружева, народные куклы, бижутерия, изделия из кожи, глины, бисера, дерева и шерсти. В Севастополе открыли ремесленную ярмарку. На прилавках продукция ручной работы местных мастеров. Кроме того, на выставке можно пройти бесплатные мастер-классы по росписи, переплетному, кузнечному и гончарному делу. Мыть и выходные работы на площадке между Дворцом детского и юношеского творчества и аквариумом представляют более 30 ремесленников. Я представляю гончарный мастер-класс от нашей мастерской и от ремесленнической палаты. И представляю гончарные изделия, которые сделаны на гончарном круге экологическим способом, который можно применять в дальнейшем в пищевых целях и для декора. Кувшины, тарелки, чашки, чайники, колокольчики, подсвечники, аромалампы. Наша ярмарка будет работать с 26 августа и по 6 января по праздничным и выходным дням. Мастера будут чередоваться, чтобы каждый мастер Севастополя имел возможность поучаствовать в ярмарке. Мы будем в субботу одни мастера, в воскресенье другие. 1 сентября учебный год начнется не только для школьников, но и для воспитанников детских садов. Чтобы пребывание в дошкольных учреждениях для малышей было комфортным, руководство садов оборудовало группы новой мебелью, а территорию с современными системами безопасности. В одном из детских садов за неделю до начала учебного года побывала наша съемочная группа. Зданию детского сада номер 10 уже 67 лет. За это время дом капитально не ремонтировали ни разу. Система водоснабжения за полвека эксплуатации пришла в негодность. Трубы прорвали каждый год по нескольку раз. В 2017-м в садике заменили все коммуникации. Отремонтировали и крышу, которая долгое время была угрозой для маленьких воспитанников. Крыша была у нас шиферная, старая. Когда мы поднимались на чердак, она представляла собой просто решето. Солнце светило яркими лучами. Одна группа была просто затоплена, находилась просто в аварийном состоянии. После обвала потолка в этой группе провели капитальный ремонт. Закупили и мебель, шкафчики, скамейки, многоярусные детские кровати. Кроме облагораживания территории и помещения, основное внимание в детских садах Севастополя уделяют безопасности малышей. Здесь, к примеру, установили новые ворота с домофоном. Так на территорию теперь можно попасть только после диалога с оператором или при помощи специального чипа. Стало удобным очень. Посторонние люди у нас теперь просто так в учреждения проникнуть не могут. В этом году в 10-м детском саду установили противодымные двери и новую систему пожарной сигнализации. Ее сердце находится в этой серверной. В случае пожара тревожный сигнал передается сразу в управление МЧС. А на экране в серверной видно, где именно произошло возгорание или задымление. Сегодня большинство детских садов также оснащены системой видеонаблюдения. Каждый участок просматривается прекрасно с разных ракурсов. Также здания, где дети поднимаются на второй этаж, в свою группу, тоже все просматривается. Видите, это безопасность детей, за которых мы отвечаем за их жизнь и здоровье. В Севастополе детсады впервые за долгое время начинают не только ремонтировать, но и строить. В 2017-м спроектируют 11 дошкольных учреждений. До 2020 года построят садики на северной стороне в Каче и Балаклаве, а также в районе улиц Хрусталева, Горпищенкова, Калинчука и Фадеева. Общая вместимость новых учреждений – почти 2500 детей. Купить новую одежду и аксессуары, сделать профессиональный макияж и укладку и послушать музыку в хорошей компании. Все это можно было сделать в эту субботу. 26 августа стартовала распродажа «Гараж Сейл». Второй год подряд проект дает возможность молодым севастопольским предпринимателям заявить о себе и презентовать свою продукцию. Помимо этого в программе мероприятия лекции от известных интернет-блогеров, спортсменов, а также большая конкурсная программа. Больше знает Арсений Ковалевский. Дать дорогу молодым. Именно с этой мыслью создавался проект «Гараж Сейл». Благодаря таким распродажам десятки неизвестных брендов из Крыма и Севастополя получили возможность заявить о себе. Мы в прошлом году организовали первый наш гараж. Мы просто решили создать такую площадку для наших партнеров и для всех магазинов новых имен нашего города, чтобы они могли собраться в одном месте и люди могли о них узнать впервые или просто посмотреть, что у них нового. Это было очень интересно. В принципе, это не было сложно, потому что очень мало такого рода имендов у нас в городе, и поэтому на это есть спрос. Организаторы делали ставку на оригинальность. Здесь вам и съедобная косметика, и украшения ручной работы, и дизайнерская одежда из натуральных материалов. Это флорариум. Некий сосуд, который создает микрофлору для существования таких растений, которые не требуют частого ухода. Суккуленты, кактусы. Импровизация от флорариума – это уже идут вазочки, различные шкатулки, которые мы делаем. Черепа – это наши черепа. Таких вы больше нигде не найдете. Также в рамках проекта прошел занимательный лекторий. Перед гостями выступила известный российский блогер Наталья Кравчук, а также фитнес-тренер Светлана Миронова. Арсений Ковалевский, Сергей Котляренко, информационный канал Севастополя. Рисовать с натуры в Севастополе может научиться любой желающий. В городе продолжается пленэр Творческого союза профессиональных художников. На протяжении всего лета мастера обучали начинающих живописцев на базе дендропарка Дома природы на Гоголя-13. Там провели отчетную выставку, на которой представили более 15 работ под общей темой «Девушка, освещенная солнцем». Планер Творческого союза профессиональных художников Севастополя будет продолжаться до наступления холодов. Присоединиться к нему можно на любом этапе. Конечно, работы, часть не закончена, потому что все-таки пленэр – это задача такая учебная. Это не выставочная. Получается однодневная выставка, потому что у нас нет пока возможности такую экспозицию делать, как в художественном музее, например, потому что работы еще современные доделаны. Может быть, потом мы ее и выставим в каком-нибудь выставочном зале. Настоящий с душой севастопольский дворик. И в этом дворике как-то очень естественно расположились картины. Такое ощущение, что то, что нарисованы эти девушки, которые освещенные солнцем, поскольку выставка так называется «Девушка, освещенная солнцем», они как будто бы здесь реально расположились, хотя они находятся на картинах. В бухте Круглая продолжается фестиваль водных видов спорта «Парусная неделя Севастополя-2017». Традиционную программу разнообразили соревнования аквабайкеров и танцевальные мастер-классы. Специально для любителей медленных композиций участники провели настоящий вальс-яхт. Подробности в следующем сюжете. Хорошему яхтсмену темнота не мешает. Капитаны демонстрируют филигранное управление. Яхты вальсируют под выступление специально приглашенного на фестиваль американского коллектива «Алекс Карлин Бэнд». Чем легче смотрится исполняемый номер, тем больше в него вложено труда, тем больше в него вложено мастерства. И если он смотрится вот так легко, если кажется, что эти яхты действительно вальсируют и исполняют какие-то невероятные фигуры на воде, значит, в это вложен огромный труд и мастерство тех ребят, капитанов, членов экипажа, которые управляют этими яхтами. Дефиле и вальс-яхт стали лучом света в темной бухте «Омега». До этого весь день зрителей развлекали экстремальными видами спорта. У нас каждый день разные. У нас есть и парусные гонки, и гидроциклы, завтра будут флайборды. Поэтому, в принципе, сегодняшний гвоздь – это и были в первую очередь аквабайки. Зрителей и участников заводил рокер 80-х «Алекс Карлин», исполнив хиты ACDC, Aerosmith, Bon Jovi и многих других. Сам музыкант давно влюблен в Россию и уже неоднократно был с концертами в различных регионах нашей страны. И вот теперь, оказавшись в Севастополе на фестивале, остался очень доволен теплым приемом. Когда я приехал в Крым, я почувствовал кайф. Это потрясающе. Выход в море каждый день. Здесь и акцмены, и музыканты, и великие люди. По мне так все хорошо. Фестиваль продлится до вечера воскресенья и завершится церемонией награждения участников больших севастопольских гонок, после чего всех гостей ждет пиратская вечеринка. Михаил Паутов, Михаил Кумбров, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. В Парке Победы стартовал первый фестиваль пляжных видов спорта на Кубок губернатора Севастополя. Всего в соревнованиях принимают участие 8 футбольных и 17 волейбольных команд из разных городов Крыма. О том, как проходил первый этап соревнований, расскажет Михаил Кумбров. Море, солнце, песок и прекрасная погода. А самое главное, этот вновь введен в строй спортивный объект, на котором сегодня состоялось открытие фестиваля пляжных видов спорта на Кубок губернатора города Севастополя. Этот спортивный праздник стал возможен благодаря инициативе начальника управления по делам молодежи и спорта Севастополя Сергея Резниченко. Чиновник помнит это место в упадке, но спорткомплекс отремонтировали и уже сейчас здесь можно проводить соревнования всероссийского масштаба. На сегодняшний день поставлена задача по формированию данного вида спорта, выбору спортсменов, формированию севастопольской команды. На следующий год мы хотим уже полноценно в повестку пляжного футбола включиться и сейчас над этим работаем. На площадках песчаного спорткомплекса пройдут соревнования в двух самых популярных дисциплинах. Пляжный футбол и пляжный волейбол. Это те виды спорта, которые привлекут в Севастополь спортсменов и туристов. Эти соревнования рассматриваются как этап подготовки к открытому первенству детской футбольной лиги, которая у нас стартует 9 сентября. Конечно, впереди много работы, но уже сейчас спорткомплекс это точка притяжения лучших спортсменов из других городов Крыма. Кто-то приехал за победой, кто-то из спортивного интереса. Команда собралась буквально за 15 минут до игры с моим напарником, также с города Евпатории. Решили просто поучаствовать. Жду эмоций самых лучших и все-все на высшем уровне. Фестиваль пройдет в несколько этапов и завершится выявлением сильнейших команд. На следующей неделе победители также получат индивидуальные награды. Михаил Кумбров, Павел Булгаков, информационный канал «Севастополя». Это были все новости к этому часу. Еще больше интересной информации смотрите на нашем сайте xtv.ru. Телефон редакции 54-51-12. В студии работала Левтина Игнатьева. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!